Друзья, всем привет! Так получилось, что сегодняшняя подборочка новостей связана с устройствами от компании Xiaomi, либо Redmi. Но перед этим мне для вас несколько коротеньких объявлений. Но чтобы не тратить ваше драгоценное время, и для тех, кто не хочет слушать эти объявления, сейчас вы видите тайм-код, перелистывайте видосик на это время, и тогда вы уже приступите к просмотру новостей. Но, пожалуйста, не делайте это, объявления важны, важны для меня, важны, возможно, в какой-то степени для вас. И первое, это не объявления, а скорее извинения. Друзья, я прошу у вас прощения за то, что выпускаю этот видос только сегодня. Я вам пообещал, что выпущу его в выходные дни, но, к сожалению, из-за нехватки времени у меня не получилось это сделать. Более того, все новости, которые я хотел сегодня озвучить, тоже не получаются, и я выбрал только самые основные, и о них сегодня поговорим. И, скорее всего, я перенесу несколько новостей на выходные дни, и там расскажу о них, потому что они мега интересные. И это объявление, это извинение вытекает как раз-таки в следующее, о чем вам хотелось бы сказать. На этом канале я хочу произвести некоторые изменения, а именно хочу систематизировать выход видосиков, определиться с темами, на которые буду сниматься. И я для себя сейчас выявил именно три тематики, три темы. Первая, это как раз-таки подобные ролики, как и этот новостной. Но я хочу не клепать, как другие блогеры, чтобы увеличить просмотры, например, каждый день, каждые два дня, каждые там два с половиной дня. Да у меня возможности нет, потому что я делаю все один, а это тяжело по времени и морально. Я хочу делать один новостной выпуск в неделю, в субботу он будет выходить, и это будет такое подведение итогов по всем технособытиям или связанным с техникой, с наукой. В общем, что-то такое познавательное интересное будет в рамках одного новостного выпуска выходить в субботу. Если ролик будет получаться очень длинным, 25-30 минут, то я буду разбивать его на два видосика, и они будут выходить в субботу и воскресенье. Вторая тема роликов, которая будет выходить на этом канале, это, конечно же, полноценные обзоры с тестированием всех устройств. К сожалению, нет возможности выпускать такие ролики очень часто, потому что не все производители готовы делиться своими гаджетами, своими устройствами. Особенно после того, как они посмотрят некоторые мои обзоры, где вместо того, чтобы облизывать телефончики, я не очень хорошо о них отзываюсь, и поэтому многие стали отворачиваться. А на свои деньги у меня нет возможности закупать сейчас все устройства, потому что это выходит очень дорого. Но я думаю, что к концу года ситуация изменится, когда канал еще больше подрастет, когда он обзаведется неким таким влиянием. Я думаю, уже бренды мобильные будут более охотно идти навстречу, и тогда уже будет больше полноценных выпусков, обзоров, тестов различных устройств. И третья тема выпусков, тема роликов, которые будут выходить на этом канале, это такие гайды познавательной полезности, лайфхаки. То есть, что-то вроде таких роликов, как, например, убираем рекламу из смартфонов Xiaomi, или как правильно заряжать смартфон, чтобы батарейка долго не дохла. Или, например, как просматривать фильмы с компьютера на телевизоре. Ну, я думаю, вы посыл поняли. Если у вас есть интересные предложения по темам конкретным из такой тематики, то можете их предлагать. Третье. Ребята, мне сейчас очень сильно нужна ваша поддержка. Не думайте, что я ною или там клячу что-то, но, пожалуйста, проявляйте побольше активности под видосиками на этом канале. Лайк, дизлайк. Если вам понравился ролик, ставьте лайк. Не понравился, дизлайк. Таким образом, я вижу, что вам что-то не нравится, и я тогда буду идти в то направление, чтобы вас удовлетворить, когда так. Если вы подписаны на этот канал, то нажмите на колокол, чтобы оповещение о выходе новых видосиков вам приходило. Это очень важно для алгоритмов Ютуба. Сейчас очень трудно развиваться на Ютубе, в силу того, что платформа очень нестабильна, алгоритм постоянно меняется, конкуренция просто бешеная, особенно в такой узконаправленной тематике, как техноблогинг. И если вы поставите колокол, это уже будет хорошо, потому что вам приходит оповещение, вы смотрите видосик, Ютуб фиксирует это. Ага, его подписчик посмотрел видос, значит видос интересный, дай-ка я его еще пульну дальше, пуляет, и еще больше людей смотрят, и канал растет, развивается. А от развития канала будет зависеть то, как будет интересно поддаваться информация на нем, и сколько всего вообще полезного и интересного на нем будет. Поэтому подписывайтесь, жмите колокол, комментируйте, свое мнение высказывайте. И не забывайте заглянуть в описание, там у меня ссылочки на различные соцсети. В частности, сейчас я хочу оживить свой инстаграм аккаунт, подписывайтесь на него. Если я увижу, что у меня там начинают прибавляться люди, то я буду активнее его вести. Различные там сторис, мемчики буду выкладывать, из жизни какие-нибудь моменты, связанные с техникой, с технологиями, да и так просто что-нибудь будем ржать. Если у вас есть ко мне какие-нибудь вопросы, то можете задавать их тоже в инстаграме, напрямую через личные сообщения. Ну и последнее, это опять я хочу попросить извинения. Друзья, я проводил конкурс на этом канале, где я обещал, что в прямом эфире разыграют держатель, беспроводную зарядку в автомобиль. Видосик вы можете найти в описании, ссылку на видео, и посмотреть, кто не видел, и поучаствовать. Я не забыл, я проведу конкурс, у меня технические сложности, и опять же, с нескладкой времени это все связано. Дело в том, чтобы провести стрим в прямом эфире, нужна веб-камера, веб-ки у меня нет. Я хочу все это сделать через телефон, а там через грабли нужно все это настраивать, чтобы компьютер подключить, и чтобы смартфон использовался как веб-камера. У меня тупо сейчас не хватает времени, чтобы разобраться во всем этом вопросе. Санкции стрим длится недолго, 30 минут, час. А именно вся эта настройка, пока по времени я не могу вложиться во все это. Но будет, конкурс будет чуть позже, ребятки. Если кто еще помнит об этом, потерпите немного, а кто не помнит, я вам напоминаю, а кто не знал, то я вам говорю. Участвуйте тоже в конкурсе, участников там немного, и шансы выиграть очень велики. Все это будет проходить в прямом эфире, без мошенничества, все по-честному. Все, друзья, спасибо, что досмотрели до этого места, а теперь приступим уже к новостям. Я уже как-то показывал вам фото лицевой стороны Redmi Note 9. В том сюжете я уточнил, что, скорее всего, это фейк. И, вероятнее всего, я был прав. Такой вывод можно сделать благодаря инсайдеру TheTechGuy. Несколько дней назад он загрузил в Twitter технические эскизы Redmi Note 9. Изображения позволяют нам понять, как будет выглядеть будущая новинка. Три модуля камеры на одной площадке и дактилоскоп на тыльной стороне. Type-C и 3.5 jack также имеют стандартное расположение. Фронтальная камера в виде круглого отверстия в левом верхнем углу. Смартфон обзаведется дополнительной клавишей на левом либо правом торце. Вероятнее всего, на нее можно будет назначить различные действия. Например, активация голосового помощника или спуск затвора камеры. К сожалению, до сих пор никакой конкретики у Redmi Note 9 нет. Так или иначе, ждать убийцу всех убийц остается немного. Я и дальше буду держать вас в курсе о выходе новой информации касательно будущего Redmi. Планшеты от Xiaomi Mi Pad 4 и Mi Pad 4 Plus увидели совета летом 2018 года. И я, кстати, в начале своей ютюберской карьеры делал обзор на увеличенную версию этого устройства. Планшеты в духе лучших традиций компании получили неплохое железо за вменяемую сумму. Правда, хотелось бы камушек помощнее, чем Qualcomm Snapdragon 660. Многие ждали продолжения линейки в 2019 году. Ждали-ждали, да не дождались. Но в этом году ситуация может измениться. Инсайдеры уже успели слить в сеть возможный дизайн будущей новинки. К сожалению, качество изображения не дает нам в полной мере насладиться внешним видом устройства. Но, тем не менее, мы видим, что рамки на лицевой панели стали значительно тоньше. На тыльной стороне корпуса разместилась двойная основная камера со вспышкой. Логотип компании находится там же, в альбомной ориентации. Учитывая это, можно сделать вывод, что планшет будет совместим с дополнительными аксессуарами типа клавиатуры. Кроме того, инсайдеры указывают на смену названия. Теперь планшет будет называться Xiaomi Mi Tab. Ребята, что вы думаете о судьбе такого явления, как планшеты? Многие указывают на то, что рынок с подобными устройствами скорее мертв, чем жив. Лично я так не думаю и с нетерпением жду выхода Xiaomi Mi Tab 5. Редми посредством тизеров интриговал нас сегодняшней презентацией. Все были уверены, что нам покажут Redmi 9A, но компания нас сильно удивила и был представлен ультрабюджетный смартфон Redmi 8A Dual. По сути, это старый добрый Redmi 8A, который отличается наличием двойной камеры и дизайном тыльной панели Aura X Grip. Если в предыдущей версии был установлен модуль на 12 мегапикселей, то в модели 8A Dual X2 13 и 2 мегапикселя. Изменения в дизайне тыльной стороны я не считаю особо важным, так как мы все равно будем использовать чехол. Во всем остальном новинка идентична Redmi 8A. Так или иначе, новинка получилась очень выгодной для приобретения, учитывая соотношение цены и качества. Продажи смартфона в Индии начнутся 18 февраля. Redmi 8A Dual доступен в трех цветах – серый, белый и синий. Цена за версию 2.32 гигабайта составит 91 доллар, или примерно 5800 рублей. 3.32 гигабайта – 98 баксов, то есть примерно 6300 рублей. Если вы в поисках годного бюджетного смартфона, то Redmi 8A Dual вам подойдет. Все ссылочки на проверенных продавцов и на самые низкие цены я оставлю в описании к этому видосу. Ну, после того, когда они появятся. Итак, друзья, до официальной онлайн-презентации линейки Mi 10 остается совсем мало времени. Она состоится 13 февраля. И сейчас все чаще в сети начинают всплывать различные моменты касательно флагманов. Самое главное – нам показали внешний вид Xiaomi Mi 10. И я рад сообщить вам, что я угадал, и он будет таким, каким я его изобразил в предыдущем ролике. Как и ожидалось, основная камера будет на 108 мегапикселей. Компания уже успела опубликовать все важные особенности этого модуля. В качестве оптики установлен ультраширокоугольный объектив с поддержкой оптической и цифровой стабилизации. Размер сенсора составит 1, деленное на 1,33 дюйма. Камера сможет создавать видеоролики с кинематографичным соотношением сторон 21,15 к 9. Сильно улучшен ночной режим Super Night Mode. Также Xiaomi акцентирует внимание на продвинутой системе искусственного интеллекта, которая совместно с новым сопроцессором обработки изображений Spectra 480 ускользит обработку снимков в 4 раза. Но камеры – это еще не все. Компания обещает, что Mi 10 будет работать с файлами быстрее, чем ноутбук. Если конкретнее, то Xiaomi провела сравнение Mi 10 на Snapdragon 865 и памятью UFS 3.0 с ноутбуком на базе процессора Intel Core i7-8550U и SSD. Данный опыт заключался в сравнении скорости распаковки 10-гигабайтного архива. Как ни странно, смартфон справился с задачей заметно быстрее – всего за 24 секунды. В то время как ноут затратил на это 107 секунд. Но как будет все на самом деле, узнаем совсем скоро. Поэтому не забывайте подписаться на канал и нажать на колокол, чтобы увидеть полноценные обзоры и тесты этого смартфона, да и не только его. Раскрылось еще несколько особенностей касательно Redmi K30 Pro. Первый – это камера. Все ожидали, что смартфон получит основной модуль на 108 Мп, но, к сожалению или к счастью, этого не случится. Это стало известно из файла build.pro. Умельцы с форма XDA нашли в нем упоминание смартфона с кодовым названием Elmi, который как раз-таки является Redmi K30 с приставкой Pro. Это означает, что в будущем флагмане роль главного модуля займет сенсор Sony AM686 на 64 Мп. Дальше, что стало известно у Redmi K30 Pro – это аккумулятор. По данным, опубликованным известным китайским инсайдером Digital Chat Station, его емкость составит 4700 мАч. Также новинка будет иметь поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Ну и последнее, что стало известно о K30 Pro касается его памяти. Смартфон будет использовать OZU типа LPDDR5. А это вам напомню прирост производительности и увеличение энергоэффективности на 20%. Об этом сообщил сам глава бренда Redmi Лю Вейбинг. Больше пока о будущем флагмане, работающем на Snapdragon 865 неизвестно ничего. Но я и дальше буду держать вас в курсе новых новостей. Ребят, спасибо, что досмотрели этот видосик до конца. Если подписаны на канал, жмите на колокол, чтобы не пропускать новые ролики. Жмите лайк, либо дизлайк. И пишите свое мнение касательно всех этих новостей. Какой телефон вы ждете, какой не ждете. Что вы думаете о Xiaomi, что вы думаете о Redmi, что вы о них не думаете. Ну в общем, всем пока. Покупайте только самую правильную тему. Субтитры сделал DimaTorzok